30% бизнеса такси в Саратовской области это нелегалы. Такие данные озвучили в региональном министерстве транспорта. Кому доверяют свою жизнь пассажиры, вызывая такси, решили выяснить в ходе рейда общественники и дорожные инспекторы. Репортаж с улиц Саратова в сюжете Юлии Шишкиной. 15 июля этого года перекресток улиц Большая Горная и Мясницкая. Эта машина такси только что задела автомобиль нашей съемочной группы. На двери остались вмятины. Пассажир такси так спешил покинуть салон, что открывал свою дверцу не глядя. Парень объяснил нам, что перепугался не на шутку. Водитель внезапно отключился. Его начали сотрясать конвульсии на губах пена. Очень похоже на эпилептический припадок. Придя в себя, таксист ничего не помнил. Иди выйди, ты посмотри, как мне машину помял. Какую машину? У тебя сейчас выходил, открыл дверь и мне помял крыло. Ну иди, я тебе покажу, где. Прибыла скорая, но ехать в больницу таксист грубо отказался. Врач только успела записать его данные. Закимбек Балаев работает в фирме «Алло такси Саратова». Увидев, что таксист собирается ехать дальше, мы попытались отобрать у него ключи и встретили агрессивный отпор. Водитель садится за руль и уезжает в неизвестном направлении. Если такие бомбы замедленного действия выпускает на линию фирма, то о нелегалок даже подумать страшно. По данным Министерства транспорта Саратовской области примерно каждый третий таксист в регионе возит пассажиров незаконно. Оценить остроту проблемы решили общественники с инспекторами ГИБДД. На улицах Саратова они выборочно останавливают брендированные машины и проверяют разрешение на работу, техническое состояние авто и медицинский допуск водителя. К этому не придраться. Есть даже детское кресло в багажнике. А вот эта машина на остановке общественного транспорта на перекрестке Раховой-Шелковичной сразу вызвала подозрения проверяющих. Кроме желтых шашечек никаких признаков такси. Лицензии нету, таксометры нету. Разрешения заниматься деятельностью такси нету. Я же не держу никого на улицу. Да, 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 конечно. Водитель уверяет, что он и не таксист вовсе. На вопрос, откуда на крышке гребешок, в протоколе написал. Установили неизвестные. За незаконное использование атрибутики такси гражданину грозит штраф 5000 рублей. Такси без лицензии, соответственно, не проходит ни предрейсовый медицинский осмотр, технический также осмотр не проходит транспортное средство. Ну, нелегал. Это материал 3-4 в месяц у нас уходит в суд по нелегальному такси. На сегодняшний день Министерство транспорта выдало 7200 лицензий на работу такси в регионе. Все фирмы и частники занесены в областной реестр. По словам чиновников, после каждого ДТП с участием такси Министерство ходатайствует перед судом о лишении виновника разрешения на перевозку. Это 3-4 заявления в год. Но пока ни один таксист не лишился работы. Все ограничивается штрафами. Посредством плановых и неплановых проверок индивидуальные предприниматели проверяются. За этот год к административной ответственности привлечено, по первому полугодию, будем говорить, привлечено порядка 10 индивидуальных предпринимателей. По тому году порядка 20. За час рейда контролеры остановили 7 машин такси. В двух случаях зафиксированы нарушения. Вообще проблема безопасности на дорогах давно вышла на всероссийский уровень. Так в ближайшее время в стране может появиться черный список водителей, которых по медицинским противопоказаниям лишат права садиться за руль. В том числе и за руль такси. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.